Казань инновационная Сегодня в Казани в девятый раз представили инновационные прорывы и гениальные идеи. Казанская венчурная ярмарка год от года становится все интереснее. Какими проектами поразили на этот раз, расскажет Марта Луканина. Венчурная ярмарка за годы своего существования успела стать своеобразной тусовкой изобретателей Татарстана. Оно неудивительно, ведь ярмарка – это уникальная независимая платформа для перспективных технологических компаний и международных инвесторов. Всего в этом году участие в ярмарке приняли более тысячи заинтересованных специалистов со всего мира. Особое место в экспозиции занимали стенды Казанского федерального университета. На вечерной ярмарке мы представили небольшую такую экспозицию, связанную с нашей работой с компанией Agilent Technologies. Напомним, ровно год назад наш университет подписал соглашение с Agilent Technologies. За это время было сделано многое. Появилась совместная лаборатория КФУ Agilent. Компания поделилась программными средствами, которые ученые нашего вуза активно используют в проектировании микросхем. Кроме того, университет выкупил у компании уникальные приборы, на которых уже сегодня ведутся активные исследования. Сделали некоторые электроустройства, которые сегодня могут применяться при нефтеразработке, нефтедобыче, при нефтехимических исследованиях, биомедицине. И мы демонстрировали президенту наши разработки. Особенностью этого года стало то, что представленные проекты должны были быть настроены не на научные исследования в дальнейшем, а непосредственно на внедрение. Стенды, представленные нашим вузом, были в первую очередь ориентированы на приоритетные направления дорожной карты, информационные и космические технологии. Я думаю, мы для республики дадим уже конкретные результаты. И вот такой отбор и такой формат, я надеюсь, что будет более эффективным. Осматривая выставку, Рустам Миниханов уделил особое внимание стенду высшей школы ИТИС КФУ. Айтишники представили на суд публики проект визуализации трехмерных городов. Мы можем оцифровывать лаборатории, заводы. Президент, например, дал задание, по крайней мере, то, что можно подумать, как оцифровать Иннополис, Булгар, Свиярск и так далее. Ярмарка традиционно насыщена различными мероприятиями, однако главная ее цель – поделиться практическим опытом в сфере прямого инвестирования и венчурного капитала. Марта Луканина, Руслан Урманов, Универньюз. Очередное заседание ученого совета прошло в стенах нашего родного вуза. О чем спорили, что обсуждали, расскажем в следующем сюжете. Прошедшее заседание ученого совета начало свою работу с позитивной ноты. Казанский федеральный университет подписал соглашение с компанией «Городистские партнеры», которая имеет свои филиалы во всех крупных городах России. Ректор по научной деятельности КФУ Данис Карыч Нургалиев и управляющий партнер юридической фирмы «Городистские партнеры» Валерий Николаевич Медведев подписывает соглашение о создании в структуре КФУ структурного подразделения Центра международной деятельности в области интеллектуальной собственности КФУ «Городистские и партнеры». Казанский федеральный университет 24 апреля 2014 года. Юридическая компания была представлена на прошедшей казанской венчурной ярмарке. Теперь вся интеллектуальная собственность, производимая в стенах университета, будет запатентована данной компанией как в России, так и за рубежом. Очень приятно оказаться в такой глубоко уважаемой аудитории ученых, и мы подходим к большой ответственности к этому нашему новому этапу работы по оказанию услуг в области интеллектуальной собственности. Причем мы уже занимаемся этими вопросами более 55 лет. Старш у нас большой, фирма большая, то есть на сегодня это одна из крупнейших фирм в России. И по последним оценкам мы где-то входим в десятку крупнейших юридических практик в области интеллектуальной собственности в Европе. На заседании также поднимались вопросы о присвоении почетных званий и наград сотрудникам университета. Немалый список казанской профессуры будет награжден российскими и республиканскими титулами заслуженных деятелей. Кристина Чумагина, Руслан Урозаев, Юниверньюс. Строить это вам не ломать. И участники 7-й республиканской олимпиады юных изобретателей Кулибина 21 века знают об этом не понаслышке. Эти ребята не только придумывают исследовательские проекты, но и на практике решают технические проблемы. Как? Смотри прямо сейчас. Олимпиада юных изобретателей Кулибины 21 века. Это состязание школьников 7-11 классов в сфере интеллектуального творчества. Она берет начало аж с 2007 года. Совершенствование техники и технологий здесь главная задача юных гениев. Цель олимпиады – создание благоприятных условий для реализации интеллектуально-творческих, проектно-конструкторных и научно-технических интересов учащихся. Свои замысловатые изобретения и проекты им предстояло публично защитить и продемонстрировать жюри. Все ребята приехали со своими поделками, изобретениями, ноу-хауами, среди которых есть также уже зарегистрированные патенты. То есть очень интересное мероприятие в области научно-технического прогресса. То есть для наших потенциальных абитуриентов, школьников, среди победителей будет преимущество для поступления на естественно-научные и инженерные специальности Казанского федерального университета. Подобные олимпиады помогают в привлечении талантливых абитуриентов для поступления обучения в Казанском федеральном университете по инженерным и естественно-научным направлениям. Также стоит отметить, что победители олимпиады, зачисленные в 2014 году студентом технического вуза, в первый год обучения претендует на именную стипендию, перспектива чего, безусловно, немаловажна для любого школьника. Каролина Киряева, Алена Липина, Руслан Урозаев, Универньюз. Что нового произошло в мировой науке и образовании, расскажет Ралина Киряева. Итак, в мире. Группа ученых из университетов Эдинбурга и Глазга разрабатывает технологию производства искусственной крови, которая сможет в не столь отдаленном будущем избавить мир от необходимости донорства. Как утверждает профессор Макс Тернер, в лаборатории уже созданы пригодные для клинического применения искусственные эритроциты, красные кровяные тельца, универсальные первые группы. И в обозримом будущем искусственную кровь можно будет производить в промышленных масштабах. А в России Центр космического мониторинга Земли Томского университета, систем управления и радиоэлектроники начал первым за Уралом принимать данные с российского метеорологического спутника Метеор-М номер один, что позволит лучше вести экологический мониторинг и следить за лесными пожарами. Вуз заключил соглашение с Роскосмосом, которому принадлежит спутник, на прием снимков, которые отличаются высоким разрешением и позволяют получать более точную информацию. И в Татарстане. В университете КНИТУ КАИ появилась собственная ЛТЕ-сеть. Как сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, ВУЗ стал участником проекта «Университетская сеть» – некоммерческого проекта, который реализует оператор «Основы Телеком», бесплатно предоставляющий необходимое абонентское оборудование для доступа к ней и безвозмездно поддерживает сервис высокоскоростной мобильной передачи данных. Основная цель проекта состоит в стимулировании использования современных технологий не только в образовании, но и в научной деятельности. А на этом у меня все. Студенты юридического факультета КФУ СКО оперировались со своими белорусскими коллегами для обсуждения важного вопроса уголовного производства. Подробности прошедшей дискуссии смотри в следующем сюжете. 23 апреля в стенах нашего университета прошел международный телемост со студентами Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. На нем присутствовало руководство юридических факультетов обеих сторон. Посредством онлайн-трансляции происходило обсуждение такого вопроса уголовного производства как презумпция невиновности. Между КФУ и Гродненским государственным университетом происходил обмен мнениями по данной теме. Действительно, эта тема очень интересная. Действительно, она и актуальная, и не просто интересная, а актуальная. То есть, наболевшая. В общем, много таких принципов, которые, вот с моей точки зрения, они в целом как раз влияют на суть и вообще на исход уголовного производства, имеется в виду окончательное принятие окончательного решения. Обсуждение данного вопроса между КФУ и Государственным университетом имени Янки Купалы имеет высокую практическую ценность, так как в настоящее время он вызывает жаркие споры среди специалистов в данной области и требует подробного разбора и обсуждения. Ирина Саримова, Руслан Урманов, Юниверньюз. Побывать в другой стране можно и не выходя из стен родного университета. Например, на маленьких улничках солнечной Италии с ее эмоциональными жителями и красотой Ренессанса. Обо всем этом студентам рассказал заслуженный деятель искусства Республики Татарстан Юрий Благов. Как это было? Смотри дальше. От Данте до Шекспира. Именно так называется лекция заслуженного деятеля искусства Татарстана Юрия Благова. На мгновение каждый пришедший оказался в солнечной Италии, не покидая университета. Обойти весь итальянский сапог сверху донизу слушатели смогли благодаря фильму, автором которого является сам лектор. Посетить лекцию мог каждый желающий, кому интересна страна, которая породила Европейский Союз. Почти посетили Италию и захотели вернуться туда снова. Кристина Чумагина, Руслан Урозаев, Юниверньюз. Вчера состоялось самое грандиозное событие этого месяца. Гала-концерт студенческой весны КФУ-2014. Лилия Равилова окунулась в этот синтез бала и парижской оперы. Деньческая весна – настоящий праздник творчества, и в этом году он достиг грандиозных размеров, соединив в себе все лучшее. В юбилейный 20-й год проведения гала-концерта было решено отойти от стандартной студии весны и реализовать экспериментальный проект с нововведениями и множеством сюрпризов, которые обрушивались на зрителей еще до входа в зал. Встречаем их в роли барышень 18 века. Пройдя через такое приветствие, гости гала-концерта погружались в первую часть представления, выдержанной в атмосфере парижской оперы. И это неудивительно, ведь тематика вечера «Призрак весны» была реализована под влиянием известного мюзикла «Призрак опера». Танцевали вальс, представляли небольшой такой бал, создавали атмосферу такого праздничного настроения. Очень скоро историческая нотка вплелась в калейдоскоп ярких и динамичных номеров студентов КФУ. Месяцы упорной подготовки и репетиций были вознаграждены аплодисментами, а в некоторых случаях еще и победой. Обладателями гран-при стали Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт вычислительной математики и информационных технологий. Дала концерт студенческой весны, зарядила ребят на новые успехи на республиканском и всероссийском уровне. Лилия Равилова, Руслан Урозаев, Универ-Ньюс. Главная задача науки – работать на благо человечества. Это подтвердили студенты набережной Челнинского института КФУ. С ветряных генераторов. В детстве все время не хватало денег, я хотел бесплатное электричество сделать. От этого пошло-пошло. Фергат – студент 4-го курса автомобильного отделения. Он обладатель гранта научно-инновационного конкурса «Умник». Стать победителем помогла мечта, которую уже давно хотел воплотить в реальность. Фергат сделал проект сильного, но бесшумного двигателя, малопотребляющий энергию. Сначала он хочет испытать его на пылесосах. Они очень шумят, говорит студент. Ведь главная цель всех победивших проектов – это облегчить жизнь человека. Идея создания проекта появилась спонтанно. Первоначально было приложение, просто расписание. Но дальше мы решили расшириться. Мы решили создать электронный билет и бронирование электронных билетов. И покупка их через интернет. Ильна озвучится на отделении энергетики и информатизации. Его проект разрабатывался под названием «Опоздать шанса не будет». Данная программа рассчитана для компьютеров и мобильных устройств. Еще один участник, которому удалось получить денежное финансирование – Ильнар Салаватов, студент автомобильного отделения. Являясь самым участником дорожного движения, у меня была такая мечта, чтобы у нас на дорогах не было пробок, заторовых ситуаций. И возникла идея создать такую систему, которая бы могла решать транспортную систему нашего города. Индира Магданова, Альберт Шефигулин. Специально для Юнивер Ньюс. На этом я прощаюсь. Смотри нас каждый день. Будь в курсе всех самых интересных событий в Казанском федеральном. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова